Сибирь начала выездную серию с волевой победы в Челябинске. И успех в этом матче был крайне важен после неудачной домашней серии, в которой команда смогла набрать всего два очка в четырех играх. Подробнее о том, как складывалась встреча с «Трактором», расскажет Михаил Якимов. Месяц назад команды уже играли друг с другом в Новосибирске. Тогда Сибирь показала характер и, уступая по ходу встречи 0-2, смогла догнать «Трактор» и перевести матч в дополнительное время. Однако развить успех не удалось. Хозяева уступили в серии буллитов. Игра в Челябинске также обещала интригу до финальной сирены. С самого начала обе команды показали, что настроены серьезно и будут биться за шайбу в каждом эпизоде. В результате удалений в стартовом отрезке хватало. Игроки «Трактора» и «Сибири» отправлялись на скамейки штрафников по очереди. На 15-й минуте уже третий хоккеист новосибирской команды Тейлор Бэк получил две минуты штрафа. Но на скамейке для нарушителей он просидел недолго. Челябинцы воспользовались таким подарком и открыли счет в матче. Однако при этом реализации моментов в большинстве. Игроки «Трактора» остались не очень довольны. У нас был хороший период в начале сезона большинства. То есть процент хороший был. Потом немного разладилось, потому что перестали бросать, доедать шайбу, подбор выигрывать. Вот в этом нужно добавлять. И тогда все придет обратно. Во втором периоде команды немного умерили пыл. Заработали всего по одному удалению в начале. Броски по воротам были и даже чуть больше, чем в первом периоде. Однако, чтобы сосчитать по-настоящему опасное, хватит пальцев одной руки. Несколько раз спасали вратари Илья Проскуряков и Антон Красоткин. Хороший соперник. Хорошая игра в обороне. Организованная команда, поэтому приходится тяжело, приходится взламывать, искать какие-то моменты, отскоки. Броски, их нет, они должны быть, чтобы забить гол. Поэтому это первое. Идти под ворота второе, закрывать вратаря, идти в прессинг, забирать там шайбу. И если это все мы сделаем, тогда мы победим сегодня. Именно Вячеслав Основин стал мотором команды, завел партнеров и сравнял счет в середине третьего периода. Под конец основного времени Сибирь получила хороший шанс, чтобы забросить победную шайбу. За задержку соперника Клюшкой две минуты штрафа получил Сергей Шумаков. Но реализовать большинство новосибирской команде так и не удалось. Судьбу матча в овертайме решил нападающий Сибири Тейлор Бэк. За минуту до конца дополнительной пятиминутки он забросил шайбу в ворота Ильи Проскурякова. Много моментов создала достаточно команда голевых. Жаль, не реализовывали. Потому что мы бились до конца, это большой плюс, огромный. С выездом начать из двух очков, это довольно хорошо. Выездная серия Сибири из трех матчей завершится в понедельник 17 октября в Нижнекамске игрой против нефтехимика. Мастер-класс от чемпиона. Заслуженный мастер спорта по вольной борьбе Магомед Курбаналиев провел тренировку для новосибирских спортсменов. Очень много ребят было. Видно было, что желанием горят они. И еще вот сегодня тоже мастер-класс я провел. Очень мне понравилось. Почему? Потому что много ребят. Я видел их глаза, горели, радовались. Что еще надо? Вот я смотря на них молодость, поменяю себя в детстве. И вот так и становятся чемпионом. Мастер-класс от чемпиона мира 2016 года прошел в спортивном клубе «Обь». Участие в нем приняли порядка 150 юных борцов-вольников из разных школ города. Причем как мальчики, так и девочки. Титулованный спортсмен провел полноценную тренировку, показав детям свои коронные приемы. А после ответил на их вопросы в неформальной обстановке. Подобные тренировки с чемпионами не редкость в Новосибирске. Полгода назад в наш город с мастер-классом приезжал двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Абдул-Рашид Садулаев. На этом выпуск завершен. В студии работала Кристина Лата. До встречи.